У нас на Ленина площадь было очень красиво, так мы обычно у нас на ДК, так очень было красиво, празднично, весело было, здорово. Запомнился тем, что я провел его очень хорошо, в шумной компании, было весело нам и погулял по городу ночному, было очень весело, есть что вспомнить. Мы вообще из Жабинки приехали в Брест, отмечают Новый год, были на елке, смотрели разные и другие. Интересно было? Да, весело, фейерверки, радостное настроение. Как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому брещане каждый раз к вопросу празднования относятся серьезно. Предпочтения у всех, конечно же, свои. Для кого-то новогодняя ночь – это обилие традиционных угощений на праздничном столе, нарядно украшенная хвойная красавица, обращение главы государства и просмотр многочисленных праздничных программ по телевизору. Для кого-то это хороводы, песни, пляски вокруг городской ели, кругу главных виновников торжества Деда Мороза и Снегурочки. Каждому свое. Благо в Бресте для развлечения и поднятия хорошего настроения горожан и гостей города каждый год создаются все условия. Этот не стал исключением. Помимо праздничных мероприятий, развернувшихся на многочисленных площадках, людей приятно порадовал и общий вид города. Город украшен очень красиво. Елка вообще, можно сказать, очень красивая и мне кажется, что даже лучше, чем в прошлом году все это. Да, украшение и по набережной. В этом году украсили город просто потрясающе. Хотя бы вот елка, которая стоит на бульваре, вот это что-то необычное такое, какой-то такой абстракционизм. Как по мне, очень красиво, мне очень нравится. Очень много иллюминации. Действительно, по сравнению с предыдущими годами, ну, более ярко, красочно и, ну, интересно и празднично. Да, действительно, город был тщательно подготовлен к празднованию Нового года. За месяц улицы Бреста приобрели волшебный вид, яркое световое освещение зданий, появление новогодних скультурных композиций и, конечно же, красавец елок на площадях создали праздничную атмосферу. Новогоднюю ночь в Бресте для тех, кто решил выбраться в город, стала поистине яркой и насыщенной. Приятно удивило многообразие фейерверков и салютов. Но это далеко не все сюрпризы, не менее интересные, ожидают впереди. В предстоящие праздники что пожелаете брещанам? Ну, я пожелаю, конечно же, замечательно отпраздновать эти праздники. И я бы хотела, чтобы просто они запомнились вам, как одни из самых лучших моментов в жизни брещан. Брещанам, конечно, пожелать прежде всего всем здоровья, всем финансового благополучия, всем стабильности, процветания нашему городу и всем людям. Ну и всего-всего-всего хорошего. Желаю вам самое главное – это крепкого здоровья, счастья, мира, добра, понимания. Любите и цените друг друга. На пороге 2015-го каждый из нас подвел итоги старого года. Вспомнил приятные моменты. И не совсем. Кому-то удалось воплотить в жизнь поставленные цели. О существе и задуманное. Кому-то пока нет. Но это не беда. Пусть Новый год принесет в жизнь берестейцев новые яркие краски, приятные впечатления встречи и, конечно, радость, тепло и счастье в их дома.